всем привет пацаны короче с вами оператор прайм сегодня я нахожусь на птс и стрим не запускал объясню почему потому что я сказал что стрим запущу тогда когда будет уже там 8 9 10 пока я короче не вижу восьмых девятых и десятых и пока я вижу на сегодняшний день вот седьмой поэтому я сниму короче небольшое короткое видео чтобы короче оценить вот именно то что есть короче но тем более все-таки через стрим дохрена графика все кто стримят вот смотрите какая фишка youtube обрабатывает и хреновое видео на самом деле у кого только не смотрел везде хреново видно что-то на самом деле сделал потом все-таки видео чистости так записать то будет намного лучше и в краткости так пацаны короче ладно вот примеру покажу что у нас тут есть по графону графон и я не на всю катушку не накручил потому что однозначно все не будут играть на высоких на максимальных и тому подобное поэтому я ставил обычно на высоко короче то есть принципе ну я думаю там половина может в принципе накрутить на такую графику может быть чуть меньше половины но тем не менее и посмотрим как же выглядит в таком ключе графики они на всю катушку потому что не все будут играть на максималку дураку ясно ну что у нас тут есть но хрен его знает ну такая фара которая не круглая скажем так так то что мы видели в видео да вот вот эта потертость вот смотрите свет там заломление света там татата текстурки все-таки чуть-чуть размытая размытая есть но знаете вот чего нет вот хрен пойми что вроде может быть если на очень высоко по сайту может быть как-то изменится ну видно вот вот нету черта это на высоко это ядрит твой мать это на высоко что за бред короче вот шейдер высоко высоко и высоко все на высоко это это немало как бы должно быть то есть все равно короче даже на высоко надо подкручивать мое мнение надо подкручивать если так вот сдалека присматриваться смотрите просто сдалека принципе довольно неплохо короче еще выглядит там то есть глазу сдалека будет намного конечно приятней добавился такой контраст скажем так более такой контраст ничего такого сверхъестественного что тут вообще надписи видны вообще прикольно вот здесь вот надписи видны короче вау рюкзачок короче из battleground ну вот так вот ну скажем так визуально скажем так красиво довольно принципе неплохо так что там поставщики едрит твою до поставщики и так что у нас тут есть короче у нас тут все равно они закрыты поэтому даже не показать пацаны вам по линии чан фена китайскую технику единственное что тут можно это я даже не знаю вот 7л тайп 96 а вот у нас 6 тайп 96 так что там 8 тайп 99 плохо что короче невозможно толком посмотреть шишила короче вот шишильная шила ядрит твою мать ну ладно что у нас там на последнем короче так 10 уровень смотрите то есть у нас короче дата 99 на восьмом левеле тайп 99 а пацаны вот вот это еще все до сих пор ждут там на птс и короче да когда полностью ну пока по крайней мере вы в данный момент только от меня первого еще никто ничего не снимал поэтому я вот решил заснять пока нету вот такая вот каникель интересно на полигон хрен ушки да наверно но тем не менее модель такая ничего мне не отправится так и знаете так охреневшим борзая модель я считаю прикольно короче на новых танчиках поездить так сам можем посмотреть что тут ну 99 принципе мне сказали что прям так изменился как был так и остался так что ее можно принципе и не смотреть в этом ключе а так десятка да ну давай идти поймать десятый левел а чёрт опять просмотр и тайп 99 а2 блин это не пойму в разницы вообще короче только знаете в чем нравится дуло походу ли между тайпом 99 а и а2 я прям хрен его знает в чем такая большая рейса и по внешнему виду ну ну швабру ему всунули я хренею короче четырех километровая швабра короче торчит нормально и вот вот этого швабра ну да вот этого швабра чуть поменьше ну ладно информация informations что у нас есть по тайпу 99 скорость 75 ребят разгон 4.43 масса все четыре тонны так урон в минуту четыре тысячи ох ты едет поймать 9 и 4 кд обзор 440 метров прочность 3 300 брони короче нету и вообще короче нету 2 и 3 время прицеливания ребятки вот такая ханитель урон 640 ну красава 640 смотрим дальше модификации вот этого танка что он нам короче может выдать ну точнее вот так вот информация так шестьсот сорок а этот семьсот прям вообще капец разница вообще жесть но знаете что у этого это четыре шестьсот ну почти четыре семьсот урон в минуту чуть-чуть дпм ахп как бы одинаково броня одинаково короче блин ничем 75 км все то же самое что короче разница девятый десятый практически одинаковый поэтому поэтому вот такая вот китайская канитель будет что тут еще принципе у нас ребят вот у нас короче есть плз 05 я сейчас вам ее продемонстрирую вот такая вот дура серьезная это покажу для пвешников ребят те кто гонять будет пве вот такая набита что же дальше в конечном результате по информации у нас тут получается 805 урон пятьдесят два миллиметра пробиваемость шесть пятьсот урон в минуту нехило две пятьсот прочности ну такая не знаю как там в действии на полигоне видите короче не выйдешь но улупить я думаю будет нормально короче дальше у нас есть короче еще такая шкалитель плз 89 ну вот тоже такая машинка на вид дальше короче по информации у нее альфа 770 40 миллиметров пробиваемость две двести пятьдесят пять прочность поэтому больше принципе ничего не надо знать потому что и брони в игре короче нету поэтому в этом плане ничего показывать не буду потому что толком нечего показывать так еще у нас есть прям короче ну прохладно короче посмотрим что у нас тут есть ptz 89 блин вот такие колесико ну блин все равно вот цветка ну контрастность добавил знаете что добавил согласен вы как раз видели в жизни такой контраст ну то есть типа короче шейдеры что такое обновленные шейдеры просто дали чуть чуть краски ну то есть на самом деле броня не кажется короче как в реальности она приближена знаете к чего к мультяшной скоро короче отсюда будет чип Els выпрыгивать и хреначить а тут гуфи короче а тут Woody и короче нормально блин вот так вот это когда обновления будет выходить там обновление 022 и аслюк а вы прыгают Вуди э-э-э-э, э-э-э, э-э-э, да, и херачит, нормально. Вот, так что, не знаю, чем там будет офигенный, неофигенный, вон, короче, ну, посмотрим, конечно же, вот, я думаю, скорее всего, завтра, потому что сегодня, если я уже понимаю, седьмые там вышли, та-та-та-та-та, завтра я хочу, жду, чтобы по полной, а не частями сегодня, снял потом, потом еще что-то, ну, бред, короче, не хочу я этого фигню, и также физику, короче, посмотрим, однозначно. Вот. Так, что еще у нас тут добавилось? Походу, нихрена, короче, больше такого, естественно, не добавилось. Ну, просмотрю на всякий случай. Ну, вроде бы, все, все чистенько, да, но так, танчики, 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 танчики. Так, драгун, ВМП, Вобла, Фокс, Крабик, короче, Брэдли, Синк, Паэр. Все, как говорится, вроде бы на месте. Так, ну, что-то тут еще есть, я помню, да, там, новая гвоздика. Так. А, да-да-да, ребята, да-да-да, конечно же, да. Сейчас купим ее, автоматическое пополнение. Вот у нас, короче, одна из интересных машин. Просмотр. Вот она. ОА-82. Джармила-2. Ну, короче, Жора Корнил. Жора Корнил. Тачка Жора Корнил. Нормально. Поэтому на ней, конечно, катанем однозначно. Шакал, все дела. Есть. Потом вот еще, смотрите, вот такая канитель. На этой канителье тоже, на Кобре, короче, проедем все. И ЗБЛ-08. То, что есть, короче, вот, да. И вот такой ЗБЛ-08. Поэтому это мы все рассмотрим. Так, а пока в данный момент Джармиля. Улучшенная ТДА. Ладно, это все хрень, короче. ТДА, МНА, короче. Всякая канитель. Охлаждение. Сейчас все по-быстрому поставлю. Так. Ну, вроде бы и пулестойкие покрышки. Вот это неплохо. Пулестойкие, короче. Ну, хорошо, пулестойкие. Значит, пулестойкие. Мне-то что? Я не хочу, короче, ставить только на эту. Хрена ту не буду. 82, 335. Ага, вот это помощь. Помощнее. И немного фугасика. Вот так вот, короче. Ну, все. Единственное, что знаете, что можно поставить, это энергетик однозначно и улучшенное масло. Ну, чисто для физики, короче. Проверить там, как она там шуршит. Где тут ты, дружище? Не понял ты, что такое там? Да ладно. Твою мать. Еще и, короче, прикиньте, полигон забрали. Ну, это нормально, а? То есть я, чтобы не ждать на полигон. Ну, ай, сука. Ой, что тут пишется? Теперь командный бой пишется. 15 на 15 без выбывания, да? Ну и что, короче? Я один, да? Как придурок. Ну, вот нормально, да? Короче, хотел показать, как бы, что там есть. Ну, в общем, даже если одно запустит. Так, ладно. Сейчас мы сделаем. Стоп, 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 стоп. Не то, короче. Нажал. ПВЕ. ПВЕ. Значит, задание. Ну, все. Давай, давай. ПВЕ, короче. Хотя бы в ПВЕ, мать твою, пусти. А чисто для оценивания физики, короче. Мне вот интересно. А еще, вот самое, что я жду, ребята, это, короче, блин, конечно же, управление на сфинксе. Потому что десяточка на ней, в принципе, можно наваливать довольно так неплохо, короче. Ну, тем не менее. Так, 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 так. Безумец. Блин, безумец, короче, нету. ПВЕ и что тут у нас есть? Так. Гидра, шмидра. Да, начише. Ну, давай, поехали хоть куда-нибудь уже. Поэтому, смотрите, вот в чем фишка. Как бы не было, все равно я не наблюдаю вот именно по... онлайн, как... Ну, первые два дня вот вижу там что-то там, это... Ну, сегодня что-то вообще глухо, пусто и все остальное. А еще самое плохое, что, видите, что, видите, полигон убрали. Ну, для того, чтобы, типа, не покатались, типа, хренушки вам и все. Жармила, капец. Сука, просто вообще капец. Две трубы с забора сняли. Охеренные трубы. Вообще капец. Представляете, вот так вот потом, смотрите, на чем она держится. Вот эта херобора. То есть, короче, держится просто в середине круг. И вот так вот отверстие. И квадрат, и все. И все, и джармила, короче. А как она заряжается, джармила? Вот мне просто вот интересно, да, вот так логически подумать? Как вот эта джармилита, кармилита вот эта заряжается? Никак, да? Охренеть можно. Ну что? А, чешу есть можно. Ну ладно. Что тут сделаешь? Поездим в следующий раз, парни, короче. Дальше. Не буду, короче, затягивать. Кота за яйца. Вот, чтобы видео тоже не растягивать. Что у нас, короче? Командиры. Вся та самая хрень. Все командиры у нас остались, пацаны. Короче, у нас есть теперь изменена система. Поэтому вся система начинается с середины, короче. И у нас есть просто четыре стороны, в которые мы можем двигаться, короче. Через клеточки мы не перепрыгиваем. Нельзя нам перепрыгивать. Поэтому мы можем сюда, короче, пойти. Или сюда, пойти. Или сюда, или сюда. Что у нас есть? Показываю. Двигаемся мы вверх. У нас есть водолаз. 12,5% ко времени пребывания под водой. Нахрен оно надо. Камуфляж. К незаметности. Дальше. К незаметности, короче. Опять же, короче. Получается, два камуфляжа. 0,04 типа незаметности вы получите. Дальше. Водолаз. Полная параша, короче. Нахрен никому не нужна, честно. Разве тут моря в карте будут? И мы будем плавать-ка в кораблях, нахрен. Параша не нужна, говорю, сразу. Дальше. Переключение. 7,5% скорости смены боеприпасов. Полезная тема. Дальше, короче. Что у нас есть? Тяжелая рука. К уронам по экипажу, понятно. Тяжелая рука. Короче, это к урону. Перезарядки и урону. Дальше. Блин. Тут 7,5. А тут тоже 7. Ага. Тут, короче, идет к смене боеприпасов. Та же самая канитель. Но еще есть 6,3% к уменьшению характеристик при ранении. Нормально, прикольно. Дальше, короче. Я так понимаю, когда вы доходите вот сюда. Вот, ну, край, да. Вы можете потом влево пойти или вправо пойти. То есть, если мы пойдем вниз и с правой стороны. У нас тут 4,4% скорости прицеливания. Ну, то есть, сведение, короче. Засунули негру в жопу. Чтобы до него добраться, короче. До этого прицеливания. Поэтому прицеливание. А, знаете, знаете, какая херня? Вот я выкачал все танки в армаке. У меня все перки. У меня все. Теперь переработали вот эту систему. И что? В смысле, мне заново качать? Почему нету поощрения для тех, которые все выкачали? Я выкачал. Все. Я потратил время. Я год-два херачил для того, чтобы все это было. Потом взяли, забрали. Поэтому я считаю, что должно быть поощрение и вернуть тем игрокам, которых оно все выкачано. А не, блин, заново там что-то делать. Ну, по крайней мере, я не знаю. Но, по крайней мере, пока я не вижу, что оно там. Дальше. Тяжелая рука к членам экипажа. К урону, короче. Урон. Так. А если вверх пойти, то своевременная чистка. К прочности. Короче, боеукладки. Понятно. Шила. Удачный выстрел. Плюс 9% к шансу выстрелить с высокой точностью. Вы понимаете какой-то бред? В смысле? Плюс 9% к шансу выстрелить с высокой точностью. А если я вот это не выкачаю, то у меня шанс, я буду жать, в смысле, на мышку нажимаю, а оно стрелять не будет или что? Может, к шансу попадания, там, 100% или какому-то там, ну, короче, процент попадания, а не к шансу выстрелить. То есть, у меня шанс, без этого не будет шанса выстрелить. То есть, я буду танк вижу, я стреляю, а оно не стреляет. У меня шанса нету, понимаете? Так, ладно, с шансом я понял. Короче, тут незаметности, к водолазу, что тут? Маневренность, скорости поворота корпуса. Бог ты мой, ядрит твою мать, как засунули. Вот АБТшком, вот это капец, мне важно корпусом крутить. Вот этот сюда надо точно как-то через водолаза, короче, сука, дойти до маневренности. Ладно, дальше захватчик. Захватчик базы. Если я пойду сюда, видимость через кусты и кроны. Я понял, шило. Аккуратное вождение. Простяточный гусениц, прыгать, чтобы с этих. Вот это, я думаю, можно сейчас будет попрыгать с новой физикой. Прикольно, если кто хочет попрыгать и не терять хп. Засада максимального. О, да, 2,65% к максимальному разбросу, если рядом нет союзников. Нормально. Обзор внизу. Короче, вся важная тема внизу. И тут, короче, идут во все направления надо. Название перка 1. Тира. Уменьшение уходящего урона от тарана. Короче, типа таран. Если тебя за таранят. Курсы наводчика. К уменьшению характеристик при ранении наводчика. Ага, я понял. Ну, блин, до хрена всего, да, на самом деле. Как знаете, сука, в этом стиме покупаешь игру. Версия Deluxe, версия Sosux, короче. И вот так, просто одну игру разделили на части. А тут разделили командиров, короче. Ну, блин, выкачивать только что заново все. И очень долго. И опять ты выйдешь, руди, на машине. Она как убогая будет себя вести, короче. Ну, по крайней мере, пацаны, по навыкам я вам показал. По поставщикам, технику, короче, я вам продемонстрировал. Та, что новая есть. По графике, короче, я ни хрена не могу сказать, что это что-то прям сверхъестественно. Естественно, лучше. Вот так вот заходишь, и сразу глазами визуально видно, сдалека, что лучше, короче. Ну, лучше в плане чего? В плане самой палитры, короче. Когда четче танки. Ну, они тянутся чуть, скажем так, графика, пускай вот так деревья, вот это все, ландшафт, пускай так будет и ярко, не так мрачно. В принципе, нормально. Ну, сами танки, хотелось бы там, чтобы грязь как-то потер, металл, металла нету, знаете, ощущение металла. А теперь просто покрашенный пластмасс. То был, короче, дешевый пластик, короче, такой, знаете, нищебродский танк из пластика, короче. А это, типа, дорогой пластик, софт-тач, короче, покрытие, знаете. Ну, если в курсе, что такое софт-тач покрытие, это на мышках, короче, сука, есть. Вот у меня софт-тач покрытие на вот этой мышке. Когда руки потеют, то не скользит, короче. Вот, в принципе, в чем разница. Но, тем не менее, все равно, красава, молодцы, что в этом плане, ничего не скажу. Так, а сейчас мы попробуем, знаете, хотя бы, а ну, вот так вот здесь. Зайдет чисто так, зайдет, зайдет, не зайдет. Не, не, да, 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 да. Я понял, что да, 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 да. Пве. Ну, Валера. Смотрите, выбирай, фу, этот пве, твою мать. Поехали. смотрите никого нету один на третьем уровне это исчезка и один на первом уровне ну вот жалко жалко короче пацаны я старался короче показать по максималке как бы этот туда-сюда и по оптимизации поэтому что скажу ну вид внешний вид чуть лучше стало знаешь что там выстрелы конечно получше та-та-та-та-та-та строго строчек короче видон прикольный там ну вот насчет танчиков но вот такие вот танки тут будут у нас по графике уже сами увидели физику конечно чуть позже да я думаю скорее всего завтра завтра все увидим потому что все на стриме вот так вот не рассмотришь прям знаете прям классно так все равно не можно но не то мне кажется лучше видео так записать поэтому уже показал вам новые танки по поводу вот этой всякой перков но что тут инвентарь кстати знать еще проверим день из 10 ящиков должен открыться платиновый типа здесь да то есть там должен шансовый давайте сейчас откроем чисто второй ящик открываем серебряный нету открываем дальше третий ящик нету четвертый дальше по пятый дальше шестой восьмой где же шанс девятый и мать твою десятый его на мать вот вам 10 из 10 короче нету платинового понимаете пацаны короче то есть золотом контейнере из 10 ящиков один раз должно выпасть насколько я читал информацию но я открыл 10 из 10 и салсамбос чупа чупас я короче не увидел все равно так ну что ребят всем спасибо на этом короче технику я показал что она там принципе в краткости что есть вот растягивать не буду поэтому завтра будет стрим короче завтра же будут десятки завтра мы оценили физику видите никуда не заходит ни туда ни сюда поэтому короче вот такая вот и понеделье хрен поймешь короче нигде короче не пускает падла просто какой-то падла так что на этом заканчиваю приходите завтра и завтра будем рассматривать все танки от 10 этом короче физику и завтра я вам скажу как она вообще короче играется можно ли играть что плане оптимизации будем fps короче тестировать графон все что только возможно но в краткости по танкам пока все всем спасибо всем пока